Дорогие друзья, дорогие братья и сёстры, приветствую вас чудным именем и любовью нашего Господа Иисуса Христа. Слушайте, друзья, продолжение нашей серии передач об основах истины. Сегодня беседа пятая этой темы. Мы в последних передачах рассматривали по тему Бог в своих совершенствах. Сегодня мы продолжим эту тему и начнем с подтемы «Всеведение Божье». Но перед тем, дорогие мои, как продолжить эту беседу, хочу вместе с вами просить Господа, чтобы Он всех нас благословил. Дорогой мой Господь, по Твоей великой милости я часто прошу Тебя о наших слушателях и хочу и теперь о них просить. «Божий великий, Ты всё можешь, Ты можешь удовлетворить их просьбы и помочь им Господи, как в духовном, так и в материальном. Ты знаешь, что и в материальном сейчас нужды велики, и Ты помоги. Ради святого имени Твоего прошу и благодарю. Аминь». Дорогие мои, не должны ли мы удивляться, когда читаем о Первом Соборе, на котором апостол Яков говорил так «Ведомы Богу от вечности все дела Его». Это записано в книге «Деяния апостолов», глава 15, стих 18. «Значит, Бог от вечности знал всё – начало, развитие и так далее. Ничто не могло уклониться от Его ведения, ничто не в состоянии скрыться от Него. Это мы говорим о делах Его, но и делах всех пред Ним. Он видит каждое существо, он проникает до глубины внутренности каждого человека и судит помышления и намерения во всех делах Его, действиях, речах и так далее». Посланник Ебреям, глава 4, стих 12. В Откровении Иоанна, это во второй главе и третьей главах, Постоянно повторяются слова «Знаю твои дела». Бог наперёд всё знал, поэтому и мог дать апостолу Иоанну откровение. Мы открыты перед Богом, Он знает все наши деяния, действия, мысли и чувства. Псалом 138 можно прочитать по этому поводу. Всё, что случается с нами, включено в Его ведение. Он чудный Бог. Мы знаем, дорогие мои, что Млечный Путь представляет собой бесконечные миллионы солнц. Но и о них Бог преисполнен ведение. Пред Ним всё открыто, как на ладони. Как радостно это для тех, кто отдался в Его руководство и уповает на Него. Бог знает всё добро и всё зло. Многие места Библии свидетельствуют нам, как чудно Бог всё усматривает в самые короткие моменты. Вы можете прочитать целый ряд мест. Хотя бы начать с книг «Бытия», это глава 22. Итак, мы видим, каждый момент нашей жизни усмотрен Богом. Всё находится под Его ведением. Если мы будем иметь Бога Отцом, а это возможно через веру во Христа Иисуса, Сына Его, и служить Ему Богу, то жизнь наша скоро изменится. Мы будем испытывать, что благоугодно Богу, и поступать по Его воле. Придёт день, дорогие мои, когда всё человечество будет стоять пред Белым престолом, и все будут судимы по написанному. Зная о всеведении Бога, мы должны обратить серьёзное внимание на свою жизнь. Проходит ли она у нас в страхе Божьем, и поступаем ли мы по Его воле? Первое послание Петра, глава 1, стих 17. Далее обратимся к вездесущности Божью. Вездесущность Божья. Рассуждая о месте пребывания Бога, дорогие мои, мы можем представить себя Бога, сидящим на престоле, где Он и остаётся. Но рассматривая совершенствование Его вездесущности, мы можем получить ещё некоторые понятия о Боге. Во многих местах Священного Писания, то есть Библии, мы читаем «Бог пришёл», «Бог посетил», «Бог явился» и так далее. Те приведённые места Библии могут произвести в нашем воображении впечатление, как будто Бог ничего не знает, и для того, чтобы узнать, что происходит в том или другом месте, Он сам нуждается в том, чтобы сойти, посмотреть, расследовать и так далее. Мы можем так думать, но на самом деле это не так. Повторяю, дорогие мои, это не так. Бог преисполнен ведение, как мы уже разбирали это. А то, что Он в ином случае сходит, посещает, это только показывает, насколько Бог ценит всякое существо. Он снисходит к нам. И прежде чем совершить какой-либо приговор над тем-лим-нибудь, Он, Господь, точно исследует каждое дело и использует все свои средства, чтобы только грешник оставил зло и обратился к Нему, к Богу. Бог весь здесь сущ. Он обитает повсюду. Он наполняет всё. Убеждаясь в этом, мы ещё много раз в нашей жизни можем повторить то, что некогда сказал Яков. Истинный Господь присутствует на месте сём, а я не знал. Бытие, глава 28, стих 16. Как часто мы, дети Божьи, не представляем Бога вездесущим, но Бог воразумляет нас, иногда даже через язычников. Ибо есть язычники, перед которыми надо благоговеть многим верующим. О, как печально бывает Господу смотреть на некоторые поступки верующих. Бытие, глава 20, стих 11. Как страшно присутствие Бога для грешников. Псалом 49, это стихи 16 по 18. Ну какая великая радость в этом для Его истинных детей, которые во всём поступают, мирящим по воле Его, зная, что Он, Господь, всегда пребывает со Своим народом. Далее, дорогие мои, мы перейдём к такому свойству Господа. Милость Божья. Милость Божья бесконечно встречается в Библии. Она означает благосклонные отношения Бога к сынам человеческим и включает в себя все его благодеяния к ним, особенно к тем, кто примирён с ним, то есть к нам. Богу присуще это совершенство – милость, благость, доброта. И когда Господь сказал богатому юноше, «Что ты называешь мне благим? Никто не благ, как только один Бог», то Он, Господь, говорил как раз об этом совершенстве Божьем, о Его милости. Если выбрать из Библии все места, говорящие о милости Божьей, к отдельным лицам и всем народам, и соединить в одну книгу, то получилась бы большая, довольно толстая книга. Если, например, мы возьмём и рассмотрим сотворение Богом человека, то, видя бесконечные милости Бога к человеку, мы могли бы написать над входом в рай «Милость Его вовек». Милость Его создала рай. Он, Господь, Сам вводит человека в рай, даёт ему власть над тем, что он имеет. Он поддерживает общение с человеком. Всё это – Его милость к человеку. Дорогие мои, Его милость к нам. Если взять жизнь Еноха, Авраама и всех святых его, то мы увидим над всей жизнью каждого из них жирным шрифтом написано «Милость Его вовек». Если, дорогие мои, наконец мы внимательно рассмотрим свою жизнь, то увидим, как велика Его милость к нам. Но как многие не видят, не замечают этих милостей Божьих к ним, они не вкушают их, но как бы целиком глотают, не разобрав вкуса их. Давид, вкусив этих милостей Божьих, говорит так «Вкусите и увидите, как благ Господь». Псалом 33, стих 9. Его милость видна в жизни всех народов. Возьмём Израиль, его избрание, его воспитание, попечение Божие о нём, и в земном, и в духовном. И будем удивляться. Рассмотрим Божьи откровения к ним. Нет ни одного народа, которым бы Бог благоволил столько открыть. Он, Господь, послал им бесподобных мужей и явил свои знамения. Это его пророки. И, наконец, Он, Господь, не спасла их в среду своего единородного Сына, Господа нашего Иисуса Христа. Сделало ли это их нежными к Богу, дорогие мои? Каков Он к ним? Слово Божие свидетельствует нам об обратном. Послание к римлянам, глава 2, стих 4. И всё же, милость Божья для Израиля не кончилась, хотя они сейчас и отстранены. Хотя Израиль отверг Господа, но были единичной личностью во все времена, которые видели эти милости Божьи и вкушали их. Вспомним, дорогие мои, апостолов, особенно апостола Павла. Мы видим, что в каждом стихе 135-го псалма Давид восклицает, «Ибо вовек милость его, милость Господа, дорогие мои». Здесь Давид как бы берет волосок и расщепляет его на мельчайшие волоски, в которых содержится нечто драгоценное. «О, если бы мы так вкушали милости Господа, тогда наша жизнь была бы песнею». Дорогие мои, имея эту возможность, обратимся еще к одному свойству нашего Господа – благодать Божья. Как милость Божья, так и благодать Божья истекает из любви Божьей. Они и другие совершенства Божьи ветви одного дерева. Но благодать Божья – это его глубокое снисхождение к недостойному, виновному, жестокому, к врагу, достойному смерти и наказания. А такими мы были все, дорогие мои. Благодать Божья нисходит к тому, кто не имеет в себе ничего, что могло бы возвратить благоволение Божье к нему. Благодать Божья – это совершенство Бога, посредством которого всякий падший грешник может выйти из своего несчастного положения и сделаться навеки счастливым. Дорогие мои, благодать – это чудесное слово, которое есть только в русском языке. В других же языках нет этого слова. Оно состоит из двух чудных слов – благо и дать. В то время как Ветхий Завет был заветом права и правосудия Божья, и притом такого правосудия, которое все время осуждало малейшее согрешение, новый завет, мы видим, является заветом чудной благодати посредством Иисуса Христа. Евангелия Пиана, глава 1, стих 17. Дорогие мои, через жертву, которую Господь Иисус Христос совершил на Голгофском кресте, окончательно произошло примирение грешника с Богом. Если грешник принимает Христа Иисуса, то есть принимает эту жертву, смертью Господа были удовлетворены правосудие и святость Божие, проложен путь для благодати, чтобы ей действовать свободно. Послание к римлянам, глава 5, стих 11. Действовала ли благодать в Ветхом Завете, дорогие мои? Да, и там Бог был полн благодати. Все те, которые спасались в Ветхом Завете, спасались только милостью и благодатью Божьей. Ведь закон никто не мог исполнить. Благодать в Ветхом Завете действовала взором на будущее, на Христа, который должен был прийти и умереть. Теперь же благодать действует взором на прошедшее, на смерть Господа Иисуса Христа, уже совершившуюся. В Ветхом Завете благодать могла действовать потому, что Христос был агнец, закланный от создания мира. Пред Богом он, агнец Божий, уже тогда был заклан. За счет его благодать могла действовать уже тогда. Все, что мы теперь имеем, дорогие мои, все, что можем теперь черпать от Господа, все это происходит из одного источника – благодати. Второе послание Коринфянам, глава 8, стих 9. «Он, дорогие мои, Господь Иисус Христос занял наше место, чтобы мы могли занять Его место. Наше спасение – спасение по благодати». Деяние апостолов, глава 15, стих 11, Ефесянам 2.8, Кита 2.11 и так далее. Наша Евангелие – это Евангелие благодати. Деяние апостолов, глава 20, стих 24. «Наше оправдание мы получаем по благодати». Римлянам 3.24. «Престол, к которому мы подходим, это престол благодати». Послание к евреям, глава 4, стих 16. «Дух святой, дух благодати» Захарии 12.11, евреям 10.29. Дорогие мои, дорогие братья и сестры, и все наши слушатели, мы можем иметь много и мало благодати, можем быть приемлющими обилии благодати, и наоборот, неприемлющими эту благодать. Например, послание к римлянам, глава 5, стих 17, говорит об этом. «Наконец, мы можем щетно принять благодать, и об этом говорит Слово Божье». Второе послание к римлянам, глава 6, это стих 1. «Мы можем лишиться даже благодати Господа, дорогие мои». Посланник евреям, глава 12, стих 15. Но поскольку благодать дарует нам все, Христа Иисуса, и с Ним все, поэтому будем прибегать к Богу, брать эту благодать, она дается даром, мы слышали, благо дается, благо, в русском языке это так чудно сказано, «Примите эту благодать, принимайте сейчас полноту благодати, дорогие мои. Те, которые еще не знают Христа Иисуса, примите Его, и с Ним полноту благодати, и с Ним вы будете наследниками Божьими». Это так чудно, что никакой язык вам это сказать не может и выразить не может. Дорогие друзья, Христос говорит просто и ясно, «Приходящего ко Мне не изгоню вон, и верующий в Меня имеет жизнь вечную. Придите к Нему теперь, примите Его своим личным спасителем и передайте вашу жизнь в Его руки». Будем молиться. Дорогой мой Господь, слава Тебе и благодарность, что Ты и в этот миг принимаешь грешников. Слава Тебе! Прими их, Господи, тех, которые теперь склонили свои колени, чтобы принять Тебя. Откройся им, как любящий и спасающий Господь. Хвала Тебе! Аминь!